Аркадий Аверченко. Вечно женская. Читает Геннадий Постригайло. Начался вечер очень мило. Я сидел у Веры Николаевны и оживленно беседовал с ней о литературе, о любви, о морях, океанах, о преимуществе жареных пирожков перед печеными, об искусстве смешивать духи, о нахалах, пристающих на улицах, и о полной допустимости загробной жизни. Звонок в передний прервал мое заявление о том, что паюсную икру, размятую с сардинами и соком лимона, никак нельзя приправлять сливочным маслом. Хм, звонок. Это, вероятно, моя школьная подруга. Я ее не видела двенадцать лет. — Чтоб ее черт унес, — подумал я, а вслух продолжал. — Я даже знал людей, которые присыпали ее зеленым луком и петрушкой. — Подругу? — удивилась хозяйка. — Икру? — Какую? — рассеянно переспросила хозяйка, прислушиваясь. — Да паюсную. Я ревниво отметил, что внимания ее было уже не около меня, а в передней, откуда доносился стук сбрасываемых ботиков и шелест снимаемых одежд. — Ну да, это она, — просеяла хозяйка. — Боже ты мой, двенадцать лет! Ведь мы расстались со всем девчонками с седьмого класса. Сначала в комнату влетело что-то темно-коричневое, потом ему навстречу шумно двинулось зеленовато-голубое, потом эти два окружащихся смерча соединились, сплелись воедино и образовали один бурный, бешено вращающийся на своей оси смерч, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме мелькающих рук, писка и чмоканья. Жуткое зрелище. В отношении поцелуев разгон был такой, что инерция еще долго не могла прекратиться. Но на третьей минуте подруга засбоила, то, что называется у конозаводчиков, сошла с круга и отстала в одном темпе. Именно хозяйка чмокала ее в то самое время, когда щеки подруги отрывались от хозяйкиных губ. Чтобы вознаградить хозяйку за этот холостой поцелуй в воздух, подруга ретиво возвращала лобзания, но в этот момент хозяйкина щека, в свою очередь, уже отрывалась от подругиных губ, и снова поцелуи, как петарды, безвредно разряжались в воздухе. Наконец смерч распался на свои основные цвета, темно-коричневый и зеленовато-голубой. Подруги отдышались, отчетливо, как по команде, фыркнули точно запаренные лошади, вынули из сумочек какие-то красные палочки, намазали губы, попудрили носы, еще раз обменялись радостными взглядами, и только тогда их внимание обратилось на меня, скромного, забытого, оглушенного, ослепленного шумом и треском. — Позволь тебе представить, Нюра, мой большой друг. Подруга бросила на меня рассеянный взгляд и швырнула в мою сторону, как кость собаки. — Очень приятно. — Я думаю, — самодовольно хихикнул я, радуясь уже тому, что они обратили на меня внимание. — Что вы сказали? — Я говорю, что Вера Николаевна много мне о вас говорила. — Соврал. — Для того и соврал, чтобы они обратили на меня хоть какое-нибудь внимание. Но нет ничего ужаснее зрелища двух встретившихся после долгой разлуки подруг. От созерцания такой пары холодеет кровь и свертывается мозг у самого стойкого человека. Они уселись на диван по обе стороны от меня, и с этого момента я превратился в ничтожество, в диванную подушку, через которую можно переговариваться, совершенно ее не замечая. Глаза их восторженно вперились в лица друг друга, а руки сплелись через меня и невозмутимо покоились на моих кротких коленях. — Так вот оно, значит, как, — проворковала хозяйка. — Да. — А ты помнишь Кузика? Обе дружно рассмеялись. — Ну, еще бы. Медам, берите на себя труд. — Ха-ха-ха-ха-ха. — А где сейчас Лили? — Ну, как же. Она вышла за совосю Брыкина. — Да что ты говоришь? Вот не думала. — А жужуточка? — А он ведь во Владивосток уехал. Алика на войне убили. — А помнишь Мику в ящике? — Какого Мику? — спросил я с наружным интересом. — Ах, этого вам нельзя знать. Не совсем прилично. Костя-лимончик сделался таким интересным, что и не узнаешь. На виолончели играет. — Что вы говорите? — ахнул я, будя внутри себя дремлющий интерес к неведомому виртуозу Кости. — Неужели на виолончели играет? Кто бы мог подумать, ну и ну. — А вы его знаете? — Нет. — Ну, так и не суйтесь не в свое дело. А где сейчас Григорий Кузьмич? — А, так он же до сих пор живет на почтовой восемьдесят два. — Незнакомые имена, фамилии, адреса мелькали передо мной так быстро, будто бы я помимо воли погрузился в чтение старой телефонной книги. На меня перестали обращать какое бы то ни было внимание. Лица горели, глаза сверкали, а из уст в перемешку со смехом сыпались десятки аликов, жужуточек и Григорий Кузьмичей. — Но не такой я человек, чтобы примириться с небрежностью в отношении подобной мне важной особы. Мне скучно, на меня не обращают внимания. Так мне сейчас будет весело, и меня почтят с самым лихорадочным вниманием. Я внутренне подобрался, подстерегая удобный момент для прыжка. — А где теперь тот студент, который, помнишь, за тобой ухаживал? — Адя Берс. — Адя Берс? — воскликнул я. — Неужели вы о нем ничего не знаете? — А вы с ним знакомы? — Ну, друзья. Мне его так жалко, что и рассказать невозможно. — А что с ним? — Ну как же, сварился, в мыле. — В каком мыле? — Ну, целая история. — Вы Костю Драбкина знаете? — Нет. — Ну, еще бы. Так у этого Кости был мыльный завод. — Да не тяните же, господи. Как-то раз осматривали они с Адейчан, где варилось мыло. Адя нечаянно оступился, да и вниз. Бултых! Я до сих пор не могу опомниться от этого кошмара. — Как только умываюсь, так и поглядываю на мыло. Вдруг найду Адину пуговицу или клок волос. — Какой ужас! Воображаю горе его сестры Людмилочки. — Ей все равно. Горес накачнул я головой. Раздавлена. — А? — Сенокосилкой. В имении графа Келлера. В пьяном виде. — Что за вздор? Разве Люда пила? — Как лошадь. Алкоголизм, наследственность. Вместе с жужуточкой и пили. — А вы жужуточку знаете? — Как свои пять пальцев. Его повесили в Харбине. Организовал шайку Хунгузов. Поймали в опиокурильне. Отбивался, как лев. Семь человек. Я достиг своего. Внимание подруг было приковано ко мне всецело. Ротики их доверчиво раскрылись от избытка интереса, и груди порывисто дышали. Некоторая мрачность и трагизм, которыми были окрашены последние минуты целой вереницы старых друзей обеих подруг, до известной степени искупались захватывающим интересом и романтичностью фабулы. Не обошлось и без легкомысленного элемента. Миля пошла на сцену в кафе Шантан и теперь танцует там со своим партнером-негром ту-степ. Я сделался душой маленького общества. Все-то я знал, обо всех-то я рассуждал, с видом близкого приятеля и общего конфидента. Царил я полчаса. После одной из пауз, посвященных отданию последнего долга трагически погибшему при пожаре кинематографа учителю немецкого языка Кузику, хозяйка вздохнула и спросила. — А ты помнишь Катину Липовку? Что с ним? — Я знаю. — вырвался я вперед. Он женился на цыганке из хора Шишкина, и она его от ревности отравила. Совсем на днях с улемой, в пирожке дала, с капустой. Как сноб! Предстоит сенсационный процесс. Обе подруги внимательно взглянули в мое лицо. — Кого? — в один голос спросили обе. — Что кого? — Кого отравили? — Ну, этого самого Липовку, как вы его там назвали? Катинову Липовку отравили. — Такого человека отравить, а? Здоровяк был и пел, как малиновка. — Кто? — Да этот же, боже мой, Липовка. Хозяйка встала с дивана с видом, не предвещавшим ничего для меня доброго и радостного. — Вы знаете, что такое Липовка? — Ну, это он такой, Липовка, по прозвищу, брюнетик такой. — Послушайте вы, нахал вы этакий. Липовка — это Катина имение, и оно никак не могло жениться на цыганке из хора, и его не могли отравить. — Как малиновка он пел, чтоб вы пропали. Я уже давно заметила, что вы слишком развязно отправляете всех на тот свет. Теперь я понимаю. — Прогони его, — посоветовала разъяренная подруга. — Пусть он выйдет вон. — Ты когда уезжаешь, Нюра? — спросила хозяйка. — Через десять дней. Так вот что, расторопный молодой человек, убирайтесь и возвращайтесь не ранее, чем через десять дней. Я накладываю на вас епитимью. Я цинично захохотал, послал дамам воздушный поцелуй и, крикнув привет от меня жужутки, вышел в переднюю. Натягивая пальто, я услышал. — Вот нахал-то. Без него, по крайней мере, наговоримся. Послушай, а где Диночка Каплан? — В Курске уже четверо детей. — А помнишь апельсинное желе на пикнике? — А помнишь? А помнишь? Неуклюжая громоздкая машина воспоминаний запыхтела и двинулась, увозя упоенных подруг в туманную даль. — Эх, жизнь наша! Все мелочи, все тлен, дорогой читатель. Белая ворона Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить, имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии. Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать, будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении. Его можно было расспрашивать о чем угодно. Он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество. Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки. Я сидел однажды вечером в своей комнате. Квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином. Сидел мирно, занимался. Вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны. Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь. Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом. При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег. — Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло. И добавил с гордой самонадеянностью. — Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит. — Кто оно? — испуганно прошептал я. — Оно — ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой. Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя. — Что за вздор? Где вы его нашли? И почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «Оно»? — А я не знаю еще, мальчик оно или девочка. Я нашел его тут, в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял. — Так вы бы лучше в полицейский участок его доставили. — Ну вот. Что, он убил кого, что ли? Прихорошенький ребеночек. А? Вы не находите? Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня. В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал. Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца. Наконец усталый приостановился и, отдышавшись, спросил. — Не думаете ли вы, что он голоден? Что такие едят? — Вот такие? — Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке. — Хм, история. А где его, спрашивается, достать молока этого? Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь. Вошла прихорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала. — Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профессора. А это еще что такое? — Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый? Девушка приняла в ребенке деятельное участие. Поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу. — А почему он кричит? — строго спросила она. — Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден. — А почему же вы ничего не предпринимаете? — А что я могу предпринять? Вот этот господин, он, кажется, понимает толк в этих делах, советует покормить грудью. Ну, не можем же мы с ним, согласитесь, сами. В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую грудь девушки, и лицо его озарилось радостью. — Послушайте, Наташа, а не могли бы вы, а? — Что такое? — удивленно спросила девушка. — Не могли бы вы покормить его грудью, а мы пока вышли бы в соседнюю комнату, мы не будем смотреть. Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала. — Послушайте, всяким шутком есть границы, я не ожидала от вас. — Я не понимаю, что тут обидного, — удивился Алеша. — Ребенку нужна женская грудь, и вот я и подумал. — Вы или дурак, или нахал, — чуть не плача сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол. — Чего она ругается? — изумленно спросил меня Алеша. — Вот вы, человек опытный, ну, что тут обидного, если девушка покормит... Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся. Потом позвал его. — Пойдите-ка сюда, скажите, сколько вам лет? — Двадцать два, а что? — И чем вы занимаетесь? — Кристаллографией. — И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка? — Да что ж ей, жалко, что ли? Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня разорвало бы, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску. За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног. Очевидно, хозяин и гостья, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище. Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный. — Я пришел к вам посоветоваться. — А что-нибудь случилось? — спросил я, заражаясь его озабоченным видом. — Да. Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама? — Красивая? — с цинизмом, присущим опытности, спросил я. — Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль. — Ну, конечно, это деталь, — сдерживая улыбку, согласился я. — Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного. — Ну да. А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась замужем. Я присвистнул. — Хоу, значит, вы целовались, а муж увидел. — Не то. Во-первых, мы не целовались, а она меня поцеловала. А во-вторых, муж ничего не знает. — Так и что же вас тревожит? — Видите ли, это в моей жизни первый случай. Я не знаю, как поступить. Жениться на ней невозможно. Вызвать на дуэль мужа? За что? Чем же он-то виноват? — Ах, это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутанно и неприятно. И потом, если она замужем, чего ради ей целоваться с чужими? — Алеша, ну, чем вы занимались всю свою жизнь? Ну, я же говорил вам, кристаллографией. — Мой вам дружеский совет. Займитесь хоть ботаникой, что ли. Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор. А то кристаллография, она действительно... — Вы шутите? А мне вся эта история так неприятна, так неприятна. — Хм. А с Наташей помирились? — Да, — пробормотал он, вспыхнув. — Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак. — Алешенька, милый, — завопил я, — можно вас поцеловать? Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал... — Вам можно. — Я поцеловал его, успокоил как мог и отпустил с миром. Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился. — Скажите мне, как на вас действует сирень? — Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли, поэтому, не удивляясь, ответил... — Я люблю сирень. Это растение семейства многолетних действует на меня благотворно. — Если бы не сирень, ничего бы этого не случилось, — опустив глаза вниз, пробормотал он. — Это многолетнее растение, как вы называете его, ужасно. — А что? — Мы сидели на скамейке в саду, разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом, да вдруг поцеловал. — Алеша, опомнитесь, вы поцеловали кого? — Ее. — Наташу. И, извиняясь, добавил... — Очень сирень пахла, голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения, не могу даже разобраться. Виноват я или нет? Вот я и хотел узнать ваше мнение. — Когда свадьба? — лаконически осведомился я. — Через месяц. — Однако, как вы догадались, она меня любит. — Да что вы говорите, какое совпадение. — А помните, я в прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии? — О зоологии и физиологии я уже и не говорю. — Да, — задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым чистым взглядом. Если бы не сирень, я бы так никогда и не узнал, что она меня любит. Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые такие странные сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли, мысли мудрого циника копошились в моей голове. — Да, братец, теперь ты узнаешь жизнь, узнаешь, как и зачем целуются женщины, узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир праху твоему, белая ворона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова